Сейчас вы торгуете, зарабатываете с помощью трейдинга, либо хотите стать трейдером и зарабатывать с помощью него. Но жизнь трейдера коротка, она составляет по моим расчетам где-то от 5 до 7 лет, после чего трейдеры уже не в состоянии полноценно функционировать. Конечно, есть исключения, есть и люди, которые могут и 10 и 15 лет торговать, но в целом, если мы говорим о общем сообществе, то это достаточно серьезная работа, которая требует серьезного отношения. Но прежде, чем мы начнем, хочу вам напомнить, что внизу по данным видео есть ссылка на дополнительные материалы по инвестированию. Мы подготовили их специально для вас, чтобы вы могли получить эту информацию. А теперь продолжим нашу с вами дискуссию. Будучи еще студентом третьего курса университета, в 2006 году я решил стать трейдером, потому что, как мне тогда оказалось, дает огромные перспективы. Во-первых, ты зарабатываешь больше, чем среднестатистический человек, при этом тебе не нужно ни на кого работать, ты можешь находиться дома, торговать и получать доход. В принципе, все почти так и случилось. Я смог через пару лет, только через пару лет, начать зарабатывать свои первые небольшие деньги, ну и постепенно наращивать доход. Первые дни нам смеялись, когда я кричал, что закрылся плюс 15 рублей за день. Но потом эти люди стали смеяться, потому что в тот момент я уже начал зарабатывать десятки раз больше, чем они. Однако, как я вам говорил, в принципе, здесь нельзя долго задержаться. Как показывает практика, где-то 5-7 лет и все. Это трейдерам после этого уже быть трудно. На это есть несколько веских причин. А причина первая. Это стрессовое занятие. Вам приходится в режиме реального времени принимать решения на большие суммы денег. Купить, продать. Вы можете заработать большой капитал, можете его потерять внутри дня. Все это влияет на ваше эмоциональное состояние. Представляете, то есть у вас, вы заработали хорошие деньги, у вас эйфория, у вас хорошее настроение, все чудесно. К вечеру вы можете потерять все, что заработали и даже еще отдать столько же. У вас плохое настроение, чуть ли не депрессия. И вот в таком режиме вам приходится жить, ну не сказать 2-4 часа в сутки, но приходится жить 5 дней в неделю и, соответственно, чуть больше 200 дней в году. Постоянно скачет настроение. Хорошее – плохое. Хорошее – плохое. Хорошее – плохое. Это может расшатать психику очень многих людей. Поэтому работать в этом десятилетии просто невозможно. Соответственно, инвестирование, в отличие от трейдинга, дает ряд преимуществ. Ну, во-первых, нет столько стресса. Если вы готовы к тому, что ваш портфель может терять стоимость, расти в стоимости, то при любом падении рынка ты считаешь, что это хорошая возможность для того, чтобы докупить хороших компаний себе в портфель. К тому же, когда вы инвестируете, вы можете получать пассивный доход в виде дивидендов либо платежей по облигациям. То есть, по сути, вам не нужно каждый день находиться перед монитором, чтобы зарабатывать дополнительный доход. И при этом, как я вам сказал, вам не нужно испытывать тот уровень стресса. То есть, это огромное преимущество перед трейдингом. Но, чтобы стать инвестором, естественно, нужно постепенно создавать свой капитал. Вы можете это делать с помощью того же трейдинга, как это делал я, а можете с помощью доходов, которые вы получаете от своей работы, то есть, часть денег, инвестировать. Мы об этом очень много говорили на нашем канале, поэтому не буду повторяться. Даже если вы, просматривая данное видео, понимаете, через какое-то время, что вы не можете с помощью трейдинга создать себе капитал, это не значит, что конец света. Помните, что трейдинг можно расширить. Это не только торговля внутри дня, но это и торговля теми же облигациями, акциями на горизонте несколько лет. Вы можете купить условные акции Газпрома и держать их 2-3 года, и они могут вырасти в цене на 50-100%. Да, при маленьком капитале это не особо чувствуется, но если вы этот капитал, как мы говорили, откладываете много лет и постепенно шлифуете свои навыки и в инвестировании, получится так, что в отличие от трейдинга, где шансы заработать где-то 3-5%, в инвестировании шансы заработать при долгосрочном инвестировании где-то 70-80%. То есть практически-практически гарантированы, практически. Поэтому проработав на фондовом рынке около 7 лет в качестве трейдера, получилось так, что я просто в моменте устал. Устал от того стресса, который дает фондовый рынок, фьючерсный рынок. Каждый день приходится принимать десятки решений, а стоит ли войти, не стоит ли войти. И в какой-то момент времени просто стал инвестировать тот капитал, который получил заработать с помощью этого же самого трейдинга. Ну и сейчас я вижу, что инвестиции – это род занятий, которым можно заниматься теперь и до старости. То есть в следующие 30-40 лет можно спокойно просматривать акции, инвестировать в отдельные компании, как в России, так и по всему миру. Чего не давал от классический трейдинг. Поэтому, заканчивая данное видео, хочу вам порекомендовать не откладывать в долгий ящик инвестирования. Можно заниматься им параллельно, вместе с трейдингом. Как это занимается от оператора, который снимает данное видео. Он чуть-чуть инвестирует, чуть-чуть торгует, и в итоге ему нравится и то, и то. Но я опять же напомню, что внизу под данным видео есть ссылка на дополнительные материалы по инвестированию. Возможно, они вас заинтересуют. С вами был Дмитрий Черемушкин. До новых встреч. Пока.